В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Сегодня мы поговорим о пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы в Одесской области. У нас в гостях начальник пресс-службы главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Андрей Мельник. Здравствуйте. Мы знаем, что сейчас проходят проверки в учреждениях социальной сферы и уже проверки прошли в 840 учреждениях. Это почти половина от общего количества и почти в каждом зафиксированы какие-либо нарушения. Расскажите нам подробнее, какие именно нарушения и как проходит проверка? На основании распоряжения Кабинета министров, на основании распоряжения главы Одесской государственной администрации такие проверки идут полным ходом на территории Одесской области и города Одесса. На сегодняшний день проверено больше 840 объектов социальной сферы, школы, больницы, поликлиники, дома престарелых с ночным пребыванием людей. То есть вот такие вот объекты проверяются, можно сказать, половина объектов уже проверена. К сожалению, недостатков достаточно много. Нарушения разнообразные. Какие самые основные? Самые основные это отсутствие пожарной сигнализации, системы пожаротушения, очень много нарушений. Пожарная обработка, допустим, крыши, деревянные конструкции крыши не проводятся. Внутреннее водопостаточание отсутствует или находится в таком состоянии, что оно не работает. Это внешние источники, то есть водоемы, скажем так, на территории этих объектов тоже находятся в ужасном состоянии. То есть гидранты. Ну это не гидранты, это как колодцы, скажем так, водоемы, такие на территории, допустим, больниц или школ, или других учреждений социальной сферы. То есть основное мы сейчас направляем этих руководителей этих объектов на то, чтобы навести хотя бы самый элементарный порядок. Это эвакуационные выходы, это пожарные гидранты, вернее пожарные краны привести в состояние внутренние водоемы, назовем их так, это будет более понятно. Это, ну я сказал за выходы, это элементарные схемы эвакуации из помещения. На местах проводятся с руководителями, с персоналом всех учреждений, проводятся дополнительные занятия, проводятся такие тренировочные эвакуации. И даже с подключением, скажем, нашей техники, пожарно-спасательной техники, вплоть до показательных каких-то случаев эвакуации. То есть делается все возможное для того, чтобы еще раз людям объяснить, что нужно делать в случае пожара. Но то, что недостатков достаточное количество, это оно есть. На сегодняшний день на руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность, вынесено 845 штрафов. И направляются иски в суд на, скажем так, частичное или полное закрытие того или иного объекта. Это, конечно... А сколько же всего было протоколов составлено и количество предписаний по закрытию? Ну, направлено 55 исков в суды направлены на данный момент. Эта работа продолжается, потому что действительно есть очень такие, скажем, серьезные нарушения. И после известных случаев мы как-то должны на это реагировать, потому что жизнь людей, жизнь наших, тем более детей, на первом месте. Поэтому как-то реагировать на это дело, чтобы как-то руководители двигались в сторону того, чтобы как-то эти нарушения... Ну, я не знаю, как... Делать все возможное для того, чтобы... Ликвидировать, чтобы... Ликвидировать, чтобы... Делать все возможное, чтобы как-то соответствовало пожарной безопасности. Ну, все правильно. Расскажите о ходе расследования и результатах экспертиз по трагедии в детском лагере «Виктория». Работа, то есть следствие продолжается. Наши специалисты дали техническую причину возникновения пожара. Это аварийная работа кипятильника, который находился в комнате номер 4, оставленный без присмотра. Дальнейшие уже действия, оперативно-следственные действия уже устанавливают, кто виновник этого всего пожара. Ну, вот такой вот вывод сделали наши специалисты и отдали это в следственные органы. То есть весь акт этого предоставлен в следственные органы. — Большое ли количество учреждений, вышеперечисленных, в которых прошли проверки, в которых занимаются дети или выступают в спортивных школах, тренируются? Ну, вот что касается именно детей. — Ну, нарушений где и в школах, и в школах, и в медицинских учреждениях, где дети, собственно, и находятся с ночным пребыванием в больницах, везде нарушений достаточное количество. То есть они присутствуют, поэтому мы как бы стараемся и не только прийти и составить, как я говорил, прийти и составить, указать только на недостатки, в той или иной недостатке, но и помочь людям их исправить на местах, что это можно сделать сразу, что это можно сделать как-то постепенно. Ну, а самые такие, скажем, проблемные места — это и пожарная сигнализация, и система пожаротушения, вообще не говорю об этом. — А вот план эвакуации присутствует ли в этих учреждениях? — Присутствует во многих учреждениях, он утвержден еще по несколько лет назад. — Ну вот, насколько соответствуют эти планы эвакуации? Может быть, некоторым уже по 10-15 лет, может быть, их необходимо переделывать? — Ну, то, что возможно устранить на местах, это устраняется на местах. Это и разблокировка этих эвакуационных выгодов, которые заставлены или закрыты, или заварены. То есть все, что можно устранить, мы стараемся помочь этим руководителям, чтобы можно было устранить сразу. — Планируется ли по вот этим учреждениям, где проводились проверки, ну, отработка, скажем, следственный эксперимент таких вот эвакуаций людей, может, и детей в том числе? — Нет, ну, мы проводим практически еженедельно. Еженедельно по несколько таких эвакуаций они проводятся, включая не только школы, включая и учебные заведения, и средне-технические, и высшие учебные заведения. — Она проводится, это включая и те же общежития. Это не только там, где учатся, но там, где и живут. И это проводится не только в городе Одессе, и по всей области. То есть отработка, как действуют должны студенты, не только персонал, допустим, того же общежития, руководители его заведующие общежитием и персоналом, и сами студенты, потому что они тоже должны знать, как поступить в той или иной ситуации, куда можно идти, куда нельзя, можно ли пользоваться лифтом или нельзя. — И какой срок необходим для того, чтобы покинуть здание? Какие нормативы? — Ну, нормативов как таковых нет, нужно покинуть как можно быстрее в случае... — Ну, просто вот бывают ли по результатам таких проверок, что вот не уложились, скажем, в отведенные 5 минут для эвакуации? — Ну, у нас нет таких для людей нормативов, скажем. То есть покинуть в случае поступления сигнала или возникновения пожара нужно как можно быстрее покинуть, согласно стрелок. Есть такие специальные таблички, должны присутствовать, и как в школах... — То есть целый маршрут, получается? — Да, то есть маршрут. Люди должны видеть, куда ли светящиеся, они должны быть светящиеся, люди должны при задымлении видеть, куда они идут, где эвакуационный выход, где лестничные клетки, куда нужно идти, то есть по маршевым сходам. То есть все это должно быть наглядно висеть на стенах, чтобы люди могли знать, куда идти. — Расскажите о ходе подготовки к зимнему периоду. Сейчас особенно большое количество электроприборов, обогревателей будет использоваться горожанами. Насколько нужно быть внимательными, бдительными при использовании этих средств? — Параллельно с проверками, которые проходят на этих объектах, то, что мы с вами говорили, полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Подготовка какая? Это работа с населением. Наши сотрудники параллельно проводят подворовые обходы, поквартирные, работа в трудовых коллективах, в тех же школах, в тех же садиках, в тех же учебных заведениях проводится эта работа. — Это работа по правилам пожарной безопасности в зимний период. Это как использовать правильно электрообогревательные приборы, какие можно использовать, какие нельзя использовать. Если в селах особое внимание уделяется и печному отоплению, потому что очень многие граждане еще пользуются до сих пор, раздаются и листовки, и проводятся, прямо на месте проводятся такие беседы. — Потому что в первую очередь мы обращаем внимание, это многодетные семьи, люди пожилого возраста, неблагополучные семьи, их у нас достаточное количество, вместе с сотрудниками национальной полиции, с местными органами власти, работниками социальной сферы проводятся такие разъяснительные беседы, чтобы людям еще раз напомнить, еще раз рассказать о тех или иных правилах и действиях, допустим, даже в случае пожара, или как не допустить таких пожаров. Поэтому эта работа сейчас с полным ходом проводится, и как в городе Одессе, так и по всей Одесской области. — Вы можете так тезисно о правилах такого поведения при пожарной безопасности? — Ну, конечно, хотелось бы обратиться ко всем, использовать для обогрева, если вы используете электрические приборы для обогрева помещений, использовать те, которые имеют сертификат, которые выпущены, скажем так, на предприятиях, не сделаны кустарным способом, это немаловажно, которые имеют сертификат качества, не включать в одну розетку сразу несколько приборов, в том числе нагревательный телевизор, холодильник, утюг, то есть стараться не допустить перегрузки вот этих удлинителей или перегрузки в сети, что может произвести их к короткому замыканию, ну и вследствие к пожару. Что касается населенных пунктов, это уже нужно было проверить свои печи на предмет их исправности, там тоже существует ряд правил. Люди об этом знают, когда мы приходим с ними, общаемся, и они знают, что да, мы ее проверили, мы ее побелили, трещин нету, задвижки открыты. — Можно ли на слово верить людям? — Нет, действительно, что лежит железный лист, то есть да, мы знаем, что нельзя сушить белье над печкой, тем более над плитой, в принципе люди правила знают. То есть вот эти вот самые элементарные, их же достаточно большое количество, но самые элементарные правила, которые могут произвести, которые часто и приводят к пожару. — Как говорится, мало знать, нужно еще выполнять эти правила. На минувшей неделе проходил такой рейд, совместно сотрудники патрульной полиции, совместно с машинами скорой помощи проверяли, насколько водители выполняют правила дорожного движения по предоставлению преимущества движения спецтранспорту. Вот интересно, проводятся ли такие рейды с участием машин пожарных? — Мы активно сотрудничаем и с патрульной полицией, и с медиками. И я просто хочу сказать, что по сравнению вот несколько лет назад еще, когда действительно наши водители не совсем так шли навстречу и пропускали спецтранспорт, это включая и пожарную технику, и полицию, и медиков. Но вот на наши так, мы сделали такой немножко анализ, в принципе ситуация, по-моему, в лучшую сторону пошла. — С начала года зафиксировано, насколько мы знаем, 450 случаев таких предписаний по нарушению правил дорожного движения. Интересно просто количество непропущенных машин, которые едут на пожар, входит ли в это число? — Мы не знаем, мы не ведем такую статистику, мы все-таки надеемся на то, что водители где-то внутри заиграют, потому что все мы под богом ходим. У каждого может произойти возгорание, какой-нибудь пожар, и чем быстрее приедут наши сотрудники, тем быстрее они потушат его. Поэтому, если водители наши будут идти нам навстречу, не только нам, я же говорю всем тем ведомствам, которые спешат оказать помощь людям, полиции, скорая помощь. Служба газа тоже иногда ее ждешь, потому что отключить газ или тех же энергетиков, которые должны отключить дом для того, чтобы приступить к тушению пожара. Потому что бывает, если водители будут пропускать, мы им будем только очень благодарны. Тем быстрее мы доберемся до места вызова, тем больше вероятность, что меньше материальный ущерб и обойдется без человеческих жертв. — Ну, это уже личная ответственность каждого. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в студию. У нас сегодня в гостях начальник пресс-службы Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Андрей Мельник. Еще раз спасибо. — Спасибо. Меня зовут Дмитрий Богомолов. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Оставайтесь с нами. Спасибо большое. — А что спасибо? Затупил как... — А мы сейчас вырежем, ничего страшного.